А что же здесь делается под водой? Оказывается, большой рыбы здесь невероятное количество. Хотя вода и невысокой прозрачности, примерно 15-20 метров, в видимой зоне размеренно плавало около сотни красных снепперов и десятка-два больших групперов. В перемешку с ними вальяжно двигались десятки рыб-наполеонов. На Красном море встреча с этим представителем ихтиофауны считается удачей. Редко, когда за одно погружение, удается увидеть больше двух-трех наполеонов. А здесь они постоянно ходят небольшими стаями, причем вес некоторых рыб явно превышал полцентнера. Правда, эти рыбы не являются объектом спортивной рыбалки, поскольку питаются в основном кораллами, но во многих странах они представляют гастрономическую ценность. Попперы, носившиеся по поверхности со скоростью торпеды, никого из подводных жителей не интересовали. Да это, наверное, и хорошо, ведь если хотя бы каждому десятому снепперу захотелось попробовать поппер, рыболовам пришлось бы туго. Поклевки следовали бы на каждом забросе, и тяжелые физические упражнения вряд ли принесли бы удовлетворение рыболову. Все это происходило именно на свале, на глубине около 10-15 метров. Горбатый луциан, близкий родственник красного снеппера, не вырастет до таких размеров, как его старший собрат. А жизнь в окружении злобных хищников заставляет этих рыб держаться плотной стаей. Рыбье племя в толще воды распределилось следующим образом. Ближе всего к поверхности пролетали стаи голубых карангсов. Ниже, в полводы, не торопясь, вместе с Наполеонами прогуливались красные снепперы. Поворачиваясь на бок, они посматривали на проносящиеся попперы, но никак не реагировали на их энергичные передвижения. Ближе ко дну ходили всевозможные групперы, причем и у них тоже была своя иерархия. В местах помельче сновали красочные лирохвостые групперы. Они всегда находятся в поиске добычи, но при этом довольно пугливы. Длина этих рыб редко превышает 80 сантиметров. Несколько глубже ходили африканские групперы двух основных расцветок. Одни очень темные, другие окрашены в желтые и черные полосы на белом фоне. Эти более крупные хищники со столь вызывающей внешностью уже метровой длины. Они более любопытны и абсолютно бесстрашны, но держатся все-таки поближе ко дну и ловятся не так уж часто. Глубже всех стоят самые большие хищники коралловых рифов – картофельные групперы. Они предпочитали не отходить далеко от своих укрытий, щелей, гротов и просто больших камней. Эти групперы – постоянные спутники красных снепперов. Трудно определить их средний вес. Ясно лишь, что эти особи – за 100 килограмм. Среднего размера красный снеппер являлся хорошей закуской для этого монстра. Кстати сказать, нашим рыболовам удалось выловить по нескольку рыб, упоминавшихся видов. Но вот ни один картофельный группер даже не позарился на приманку. Видимо, этот гигант не желает подниматься так высоко за попером. А вот над песком жизнь совсем другая. Здесь вотчина пелагических рыб. И самым активным и агрессивным, как ни странно, является большой карангс. Обычно он плавает один или в совсем небольшой стае. Чего не скажешь о более мелком его собрате – карангсе блюфин, названного так за свой голубой наряд. Эти хищники всегда держатся большими компаниями, а природное любопытство заставляет их активно прочесывать коралловый риф. Эти рыбы не стоят на месте, а постоянно двигаются в поисках добычи. И если кто-то один из стаи найдет что-то интересное, то все соплеменники тут же кинутся в атаку. Так что жизнь в стае дает свое преимущество, как при защите от нападения больших хищников, так и при поиске добычи. Да плюс во время нереста найти партнера в большой стае куда проще, нежели одиночной рыбе. Нарядившиеся в черный фраг самцы семафорят самкам о своей готовности к воспроизведению себе подобных. Здесь же на подступах к коралловому рифу патрулируют априоны. Эти хищники, как и красный снеппер, относятся к тому же семейству луциановые, но в отличие от него предпочитают открытую воду, а не рифы. Поведение априона своеобразно. Он как будто не замечает ничего под водой, а плывет по прямой, не меняя скорости, как заводная игрушка. Однако такое полное отсутствие любопытства совсем не мешает ему попадаться на крючок. Кстати сказать, изо всех ловимых рыб наименьшее сопротивление оказывал именно априон. Даже 5-килограммовый голубой карангс боролся куда более ожесточенно, чем 10-килограммовый априон. В общем, эта рыба не боец. А вот это малый априон. Говорят, что его вкусовые качества еще выше, чем у старшего собрата. Но проверить это не довелось. Он ни разу не попался. Помимо этих рыб, над песком несут свое дежурство барракуды, тунцы и акулы. Кстати, местные больше боятся барракуд, чем акул. Здесь утверждают, что большие рыбины могут нападать на купающихся людей. А уж их клыки способны нанести серьезные увечья. На глубине более 25 метров, где уже начинается песок, живут звездчатые литрины. Мясо этих рыб высоко ценится у местных жителей. Их ловят промышленным способом и заготавливают впрок. Сушат и вялят прямо у причала. Помимо многообразного рыбьего племени, в водах Сейшел обитают и другие морские организмы. В первую очередь, это, конечно, морские черепахи. Когда-то их популяция была сильно подорвана человеком. Но в результате запрета на их вылов и других активных природоохранных действий, численность этих морских присмыкающихся быстро возросла. Конечно, непревзойденным мастером камуфляжа является осьминог. И если бы он так не нервничал, а просто замер на месте, то отличить его от камня был бы практически невозможно. Моментальная смена окраски и быстрое изменение формы тела возможны лишь благодаря огромному мозгу, самому большому в царстве беспозвоночных. Его глаз устроен даже сложнее, чем человеческий, а угол его зрения равен 360 градусам. Эти животные прекрасно обучаются и обладают отличной памятью. Представьте себе, что этот высокоорганизованный представитель беспозвоночных имеет в своем родстве совсем примитивных созданий, таких как, например, вот этот голожаберный моллюск из семейства бородавчатые слизни. Продолжение следует...